Сегодня все авиаторы мира отмечают профессиональный праздник. В декабре 96-го года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 7 декабря Международным Днем Гражданской Авиации. Созданный еще в 20-х годах прошлого столетия воздушный флот Якутии является главной составляющей частью транспортной системы в республике. О том, кто сегодня обеспечивает малую авиацию в республике, расскажет Нюргуяна Иванова. В силу своей огромной территории Якутия остается наиболее изолированным труднодоступным регионом страны. И поэтому авиация здесь является единственным круглогодичным средством транспортного сообщения. Одну из главных функций в этой системе осуществляет авиакомпания и полярные авиалинии. Авиация состоит не только из пилотов и бортпроводников, но и из тех, кто следит за воздушным судном на земле. Во многом именно от работы этих специалистов зависит безопасность и регулярность полетов. Одним из таких работников является инженер отдела технического контроля Дмитрий Харитонов. В его функции входит контроль работы авиатехников, который в свою очередь занимается обслуживанием и ремонтом воздушного судна. В Маганский аэропорт мы приезжаем где-то без 28, проходим старт, ну это медосмотр. Потом приходим в цех технического обслуживания, там уже смотрим план работы на сегодня, определяемся, кто куда направляется, какой авиатехник идет обслуживать вертолеты, какой самолеты. В настоящий момент в Маганском производственном комплексе авиакомпании насчитываются 4 самолета Л-410, 6 единиц Ан-3, 8 единиц самолета Ан-2. Но молодому инженеру больше по душе обслуживают вертолеты Ми-8. Есть такое ощущение, когда ты решаешь какую-то задачу, допустим, и вот это вот удовлетворение, когда ты смог найти решение этой задачи. Вот так же и на вертолете, когда возникает какая-то неисправность, и ты очень долго ее ищешь, и потом находишь, вот, наверное, чем мне нравится. Что каждый раз это что-то новое. От работы Дмитрия зависит, полетит воздушное судно или нет. Поэтому в таком нелегком деле ему помогает наставник, который работает в авиации вот уже 40 лет. Ну, молодых специалистов у нас очень много, все очень разные. Дмитрий работает два с половиной года, мы с ним в одной смене работаем. Приходится подсказывать, учить. Он, товарищ, очень такой, как сказать, хваткий, будем так говорить, не как все остальные. Ну, такими приятными работать и свой, ну, как сказать, не жалко передавать свой опыт. Несмотря на праздник, этот день для работников полярных авиалиний ничем не отличается от будничного. Будь на дворе Новый год, специалисты все равно будут трудиться, не покладая рук, потому что транспортная мобильность якутян и потребность районов в социально значимых рейсах превыше всего. Авиация для меня все, я больше нигде, в принципе, и не работал. Авиация, ну, как сказать, не будет авиации, не будет и меня. Транспортная доступность – один из самых актуальных вопросов для Якутии. Пока в отрасли трудятся такие работники, как Дмитрий и Вячеслав, можно быть спокойным. Будущее авиации есть. Нюргуяна Иванова, Георгий Григорьев, НВК САХА, Маган.